Сегодня мы заклеиваем мужские рты скотчем и гоняем на внедорожниках женской компанией. Жарим гвозди и создаем из них острые сюжеты. Взлетаем на небесном тихоходе и проводим свободное время со Стасом Пьехой. Сегодня 8 марта, время 11 утра. Всех девушек поздравляют с праздником, а я еду по неизвестной мне дороге на соревнования Леди Оффроуд на внедорожниках. И так как моя машина подходит под условия этих соревнований, я решила тоже поучаствовать в них. Оффроуд – это вид автоспорта, который заключается в преодолении бездорожья на полноприводном автомобиле. Кто-то скажет, что такой досуг не для слабого пола, но многие мужчины решили проверить своих дам на поворотливость, решив, что цветы и подарки – тема заезженная. У нас с мужем всегда какие-то необычные подарки стараемся друг другу, потому что это банально как-то цветы, вот и все. А он решил вот адреналин мне подарить. Перед тем, как зажечь на бездорожье, девушки выбирают группы. Первые две делят участниц по весу – автомобиля, но обе они для начинающих. В третьей группе – профи, за которыми по заснеженной трассе так просто не угнаться. Светлана Орлова, к примеру, уже второй раз на вершине педестала. В этом году трасса была немножко такая, в прошлом году она была длиннее, в этом году немножко короче. И, ну, мне показалось немножко тяжелее, потому что были моменты, когда выкидывала с колеи. Муж в это время ругался и кричал, но, видимо, не зря. Сейчас уже несколько машин встряли, следующая еду я, немножко страшно сделать что-то не так. Ничего страшного, трасса подготовленная, прокатанная, утрамбованная. То есть, если голова на плечах, с ума не сходить, то можно спокойно проехать ее без всяких эксцессов. В общем, все, мы проехали. Ручки прям трясутся. Время свое не услышала, так что будем ждать до конца. Не зря говорят, что новичкам везет. Среди дюжины автоледи я не в хвосте, а в авангарде гонки. Я все сделала. В меня никто не верил. А я в себя поверила. И я знала, что я кажусь именно там. На самом деле, это прям эмоции классные. Адреналин. И в моменте, когда была возможность съехать с колеи, страшненько. Но главное дать газу вовремя, и все будет отлично. В музее имени Врубеля на днях появился необычный экспонат – стакан Шрёдингера. Поиграть с законами квантовой физики решила новосибирская художница Евгения Шадрина Шестакова и представила зрителям серию работ, где свет, воздух и стекло создают бесконечно изменчивую реальность. Автор уверяет, с предметами, так же, как и с людьми, можно выстраивать долгие отношения. Четыре года и 72 холста, на каждом из которых – стаканы. Наполовину пустые или полные – зависит от зрителя, как и в знаменитом мысленном эксперименте лауреата Нобелевской премии. Кот Шрёдингер – это состояние неопределенности, когда во многом сам наблюдатель определяет, его действия, его отношения с реальностью определяются, что там будет с котом в конце концов. Специально для этой выставки создали живописный коллайдер – арт-пространство с приглушенным светом и полной свободой экспериментов. Один из них под названием «Мужчина и скотч» уже вызвал полярные реакции у публики в Новосибирске. Ну а мечи – первые, кто увидели эту серию целиком. 13 полотен, герои которых выразительно молчат и провоцируют зрителя на визуальные, гендерные и психологические интерпретации. Натурщиков Евгения искала среди родных и друзей. Сначала заклеила рты мужу и сыну, потом знакомым архитекторам и художникам. Оказалось, что это непросто для мужчины выступить в роли такой модели. Как ни странно, этот маленький театральный жест требует какую-то долю мужества. Они приходили ко мне в гости в мастерскую, мы пили чай, потом я брала скотч и заскочила каждую голову на небольшое количество времени с их полного согласия. Конечно, это эксперименты на тему формы. То есть это абсолютно визуальное размышление на тему того, что происходит с объектом головы. Какая деформация визуальная происходит при помощи очень простого инструмента, обыкновенного бытового скотча. Рисовать только то, от чего испытываешь восторг, ее главное правило в работе. И никаких границ в жанрах и темах. Она пишет монументальные полотна, создает театральные декорации и выстраивает целые портретные галереи. Уверяю, что мир – это ученическая тетрадь, где каждый день начинается заново, с чистого холста и абсолютно неожиданной историей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместо нарядного платья – военная форма. Вместо украшения – звезды на погонах. В спектакле музыкального театра «Небесный тихоход» девушке совсем не слабый полк. Последние штрихи и женская эскадрилья к взлету готова. Старший лейтенант Кутузова. Старший лейтенант Красной Армии, командир эскадрильи, сильная, волевая. Идея – все для фронта, все для победы. Но она все-таки женщина. И тема любви, которая здесь развивается во всех четырех парах – это именно та движущая сила, которая приводит нашу страну к победе. Полет «Небесного тихохода» пилотирует Владимир Подгородинский, известный постановками «Юнона и Авось» и «Иисус Христос – суперзвезда». Его белая акация на сцене Омского музыкального была номинирована на «Золотую маску». А «Небесный тихоход», поставленный в 2005 году, стал хитом. После двухлетнего перерыва спектакль снова в репертуаре. Режиссер усилил романтическую тему и добавил музыкальные номера. «Семь номеров встала у Ява Седова, все остальное написал его ученик Марк Самойлов, его лучший ученик. Музыка просто восхитительная, полна романтизма, боли какой-то искренности, повторимая. Сейчас такую редко пишут. Ну и сама по себе пьется очень-нибудь, очень симпатичная». Это только в песне «Первым делом самолеты». Девушкам в этой истории отведены главные роли. Подбитого летчика, после ранения сменившего истребитель на фанерный самолет, женская дивизия окружила заботой и лаской. Эта история знакома не одному поколению благодаря одноименному советскому фильму. «Здесь нет смертей, нет настоящих каких-то видимых трагедий. Они есть как бы за спиной, как бы в воспоминаниях, в таких, в лейтмотивах, да. Но все персонажи добрые, светлые. Вот, наверное, поэтому и успеху этого спектакля». Никакого модного экшена на военную тему. Это скорее романтическая история, в которой даже на войне есть место для любви. Особенно, когда рядом такие барышни, которые и самолет в воздух поднимут, и врага на колени поставят. Ну, как тут устоишь? Данная наградная планка принадлежит главному маршалу победы. Георгию Константиновичу Жукову в августе 1939 года. Георгий Константинович Жуков руководил объединенным войском Красной армии и монгольских войск в противостоянии с японцами на реке Халхингол. А молодой офицер Михаил Федорович Воротников Амич как раз прибыл для прохождения дальнейшей службы под руководством маршала Жукова. Когда в 1974 году Георгий Константинович умер, Михаил Воротников в качестве почетного гостя был приглашен на похороны маршала. После его смерти эту планку как уважаемому человеку Михаилу Воротникову передал последний адъютант Георгия Константиновича. Сам Михаил Федорович до конца своих дней прожил в Омске. После его смерти его жена Елена передала архив вместе с этой планкой в наш музей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разговор под пение райских птиц, животные на манеже и презентация нового шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе. Вот что увидели журналисты накануне премьеры спектакля «Песчаная сказка» в Омском цирке. В рамках гастрольного тура именитый продюсер Гия Эрадзе представит в Омске грандиозную цирковую программу. Более тысячи дизайнерских костюмов, фееричное звуковое и лазерное шоу, трюки воздушных гимнастов, единственный в мире номер с тремя бегемотами и современная клоунада, без накладных носов и остроносых ботинок. Приходится меняться и уходить от классической клоунады 90-х, начала 2000-х, потому что это, грубо говоря, стендап, обычный человек в обычной одежде и сможет развеселить зрителя, то уже разрисованный человек, я думаю, к нему будет относиться уже как-то, знаете, не веря ему. Я надеюсь, что получается, реагируют хорошо. Пока все нравится, на самом деле, и мне, и я надеюсь, что людям, потому что отзывы пишут, слава богу, много. И обо мне тоже. Масштаб и зрелищность цирковых номеров не отвлекут от сюжета, который, уверены артисты, будет понятен каждому, кто смотрит на манеж. Для детей это добрая сказка про волшебную лампу Аладдина и настоящего джина, а для взрослых история настоящей любви, сияющей на контрасте холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса. У нас нет глазного номера, у нас все номера отличаются, и все номера и работают связкой. То есть нет такого, как раньше, аттракцион какой-то, что на нем все строилось, а все номера дополнительные. У нас все номера, все номера главные. То есть без каждого из этих номеров не будет программы, потому что у нас сюжетная программа, именно сюжетная. И она этим отличается, потому что она интересна детям и взрослым, потому что сюжет прослеживается на этапе всего специального. Юмор, музыка, чудеса и возможность почувствовать сердце Востока. Больше ста артистов и десятки удивительных животных с неповторимой грацией расскажут о мечам историю о благородстве и отваге. Зрители ждут, например, песчаные сказки Гии Радзе уже в ближайшие выходные. Она написала пять книг, объехала со своими стендапами сто городов и собрала более 250 тысяч читателей в своем блоге. Сегодня познакомимся с популярным писателем, блогером и мотивирующим спикером Ольгой Савельевой. Ольга, как ты все успеваешь и с чего это началось? Это самый частый вопрос, который мне задают. На самом деле с него все и началось. И иногда тебе приходится от чего-то важного тебе другого отказываться. Но в этом балансе и состоит счастье. Поэтому, конечно, отвечая на вопрос, как я все успеваю, я отвечаю не как, потому что я успеваю равно то, что хочу успевать. Это история про свободу. Я пишу тогда, когда могу. Я всегда делаю то, что хочу. Это очень важно про осознавать, что твоя жизнь устроена так, как ты захотел. Ты автор. Для кого ты пишешь? Вот для себя или для публики? Изначально это было чисто для себя. Это была просто терапия. Я только родила ребенка. Я испытывала очень сильный стресс от материнства, потому что оно изменило мою жизнь на 100%. И я подумала, а можно я верну хотя бы час в день, который будет мой? Мне почему-то казалось, что я буду его спать. Или я буду этот час, я не знаю, ногти красить или что-то еще. Или телевизор смотреть. Но вместо этого я этот час всегда писала. И вот я писала-писала о том, что я блогер, я узнала от продавца шаурмы. Я покупала шаурму. Он мне говорит, можешь сфотографироваться с моей шаурмой? Я такая говорю, я могу, а зачем? Он говорит, ну, вас все читают, было бы неплохо, если люди узнают, что я открыл вторую палатку. И это было смешно, потому что я говорю, серьезно, меня читать? Изначально я делала это для себя. Сейчас это такой симбиоз. Я и для себя, но я и вижу, как много и целительно дает мое творчество моим читателям. Для своей аудитории ты называешь себя попутчицей. Да. Почему? Ну, так сразу получилось. Я изначально работала в Министерстве транспорта, в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. А будучи в декрете, то есть я еще была чиновником, то есть у меня шел стаж, я стала вести свой блог. Я подумала, кто я, вот как себя назвать. Почему-то слово попутчица мне было максимально близко, просто потому что я много путешествовала на поездах. И когда ты в купе с незнакомыми изначально людьми находишься, в какой-то момент происходит разговор за жизнь, и вы становитесь какими-то близкими людьми. Я подумала, что ведение блога очень на это похоже. Ты называешь свою публику армия волшебников. Почему? Ну, потому что мне очень нравится уровень доверия и лояльности моей аудитории ко мне. Они верят мне. И, конечно, когда я для них попутчица, они ценят мое мнение, и моя рекомендация для них важна. Если мы говорим про благотворительность, я очень не люблю, когда меня за нее благодарят. И если я делаю какое-то добро, то мне это гораздо важнее, чем тому, в адрес кого я это делаю. Потому что я закрываю какие-то свои гештальты. Все люди приходят в эту сферу не потому, что мироточат по четвергам, не потому, что они избраны. Они приходят, потому что и зовет что-то, то есть, не закрыто. В этом нет самолюбования. Потому что добро, как любой другой товар, нуждается в рекламе. И после того, как я стала писать про это посты, я столько получила фидбэков на тему того, что, Оля, да если бы я у вас этого не прочитала, я бы в жизни не открыла, и у меня глаза на это. Не важно, что я пишу, важно, что вы прочитаете. Потому что вы прочитаете про себя. Как давно ты начала заниматься жанром стендапа и для чего? Вышли мои первые книги, их надо было как-то продвигать. И вот одно из видов продвижения – это что ты общаешься с читателями. И мне мое издательство говорит, нужно поездить по городам, попрезентовать свои книги. То есть ты приходишь в книжный магазин, приходят люди, и ты с ними взаимодействуешь. И когда я стала слушать вопросы, выяснил, то есть я много проехала городов, и таких вот, это не был стендап, это были просто ответы на вопросы. Вдруг выяснилось, что все вопросы очень идентичны. Людей интересует то, с чего ты начала, как вы все успеваете. Людей интересует про блогерство и писательство. И людей интересует про материнство. Я уехала и попросила мужа записать ребенка на самбо. Он хотел, он же мальчик. А я говорю, да, что вы делали на самбо? Ну вот это вот, оп, оп, оп. Вот он на самбо записал. Вот это на самбо, он записал на самбо. Ну, в общем, молодец. Хотела узнать про книги. Я прочитала апельсинки буквально вот сегодня вечером. Заставили. Нет. Я поняла, это очень много личного. Я вела свой блог, и этот блог был обо мне. Я там терапевтически отрабатывала в постах ситуации, которые волнуют меня. Я писала честно. Я не старалась писать, ребята, я такая молодец, это я-то везде-то я летаю. Я писала свою реальную жизнь. Если я молодец, я писала, ребята, я молодец. Если я облажалась, я прям писала, ребята, я облажалась. Люди очень любят читать, как облажались не они. Мои самые популярные посты о том, как я падаю в оркестровой ямах. Не страшно ошибиться и не страшно упасть. Все падают. Это нормально. Мы не становимся от этого плохими. Мы становимся от этого живыми. Признаться себе, что это не твое развернуться и уйти, это гениально. Ни в одной книге тебе это не напишут, и никто не даст тебе такого совета. Только ты разбираешься в своей жизни. Ну, разберись с собой, научись этому счастью, и тогда к тебе обязательно примагнитятся твои люди, которые тебя еще будут поддерживать. И вот это пристегнитесь, взлетаем. Здесь пахнет жареным. Вместо пирогов хозяйка разогревает гвозди, чтобы приготовить очередной колки-шедевр. Для начала с материала нужно снять налет времени. Ну, вот когда я очищу гвозди, как мы называем, что запах жареных гвоздей. Потому что их нагреваешь, а на них всякие и окислы, и грязь. Страсть к огню и железу у нее в крови, в роду кузнечных дел мастера. Людмила Аскаленко по-своему продолжает дело предков. Из старинных кованых гвоздей создает картины. Самая масштабная – подарок ко дню рождения родной Тары. Это, конечно, кропотливая работа, потому что вещи кованые, тяжелые. Наверное, моему предку тоже было тяжело строить Тарскую крепость. Он даже о том, что считает свой оклад маленьким за его труды, написал письмо царю. В ее руках гвозди не гнутся, да и забить их она не пытается. В коллекцию попадают уже раненые солдатики, отслужившие свой век. Их форма, побитая временем, молотком и плоскогубцами, сама по себе произведение искусства. Гвоздик в гвоздик, условно пазлы Людмила превращает металлические закорючки в острые сюжетные линии. Решила, что можно коллекционировать гвозди не просто в коробочках, в ведрах, а можно из них какую-то создать картинку. Любимые сюжеты, например, идет семья на 1 мая, или свидание под часами. Первые гвозди она находила в своем огороде. Теперь друзья и знакомые поставляют материалы для творчества. Присылают ей кованные гвозди из Тары, так мы, Катевриза. А недавно муж сделал и вовсе царский подарок. На 30-летие совместной жизни он мне принес две сетки металлических, грязных, кованых, всяких вещей. Он шел мимо, где разбирали старинный дом, вывозили его на свалку. И вот под дождем этот ковырял эти металлические, кованые украшения. Теперь они украшают ее дом, пока этими необычными работами любуются только друзья. Но сама Людмила мечтает о более просторном выставочном пространстве. Ведь картины с жареных гвоздей становится все больше. У меня огромное уважение к вашему мужеству, что вы вышли из дома в этот практически весенний день, а предпочли всем остальным развлечениям в многочисленном Омске. Именно вот этот скромный концерт. Субтитры создавал DimaTorzok Каких блогеров смотрит и как проводит свое свободное время, нам рассказал певец Стас Пьеха. Все, что связано с музыкой, это моя основная деятельность. Но это не то, чтобы я там, ну, музыка, это мое, все там, да, как вот это вот. Музыка, это просто, ну, то, что я уже, как бы, к чему я настолько привык, что без этого как-то не обходится. Ни один день. Ну, также у меня есть вторая основная деятельность, уже там более пяти лет. Я занимаюсь наркологией, у меня своя клиника и абилитации две. И мы занимаемся сейчас созданием фонда по профилактике детской наркомании. Я очень люблю спорт, я всю жизнь чем-то занимался. Последние годы я занимаюсь ударным видом спорта. И я ютубер мрачный. Вот, мое признание. Я смотрю реальный махач. Просто боксеры выходят, как бы. Причем не какие-то топ-боксеры мировые, а просто вот боксеры хорошие, обычные, малоизвестные, да. И реально фигачатся, как бы, вот, отбежит. Я посмотрел все, короче, это секрет, все передачи, что было дальше, я посмотрел. Баттл, баттл, баха! Так обсирают, как бы. В этом, как бы, есть же тоже какой-то... Короче, это прикольно. Но я бы туда не пошел. Потому что я не люблю, когда меня обсирают. Счастье в конверте к ручатке на зрителям в этот четверг. В прокат выходит новая российская мелодрама режиссера Светланы Сухановой. Одну из новелл фильма «Время последних романтиков» отобрали для показа 25 международных кинофестивалей, в том числе Каннский. В пятницу любители искусства зовут послушать песни Трубадура и зарядиться сиреневым настроением. Фантазийные картины омской художницы Ларисы Симоненко собраны на ее персональной выставке «Осень-весна». Оценить звучание старинного патефона и увидеть супрематический чайный сервиз, созданный по эскизам Казимира Малевича. Зрители телеканала «Продвижение» смогут в субботу. 14 марта путешествуем в прошлое с программой «Обратный отчет». Танго из легендарного фильма «Запах женщины», опаловый концерт для баяна с оркестром и самые знаменитые произведения аргентинца Астара Пьецолы. Для меломанов сыграют в воскресенье. За дирижерским пультом Григорий Вевер. Познакомиться с классикой польского авангарда и отправиться в путешествие по абсурдной реальности, где отменяются законы логики, зовут актеры лицейского театра. Во вторник они сыграют спектакль «Ивона. Принцесса Бургундская». На чемоданах будут ждать зрителей в среду артисты омской драмы. Комедию с восьмью прощаниями герои, которые мечтают уехать за границу в поисках лучшей жизни, поставил питерский режиссер Александр Баргман.